Обновленцев до власти признают, вон и храм им раздают. На сцене разворачивается настоящая трагедия. Как сделать так, чтобы сохранить храм, который собирается закрыть советская власть? В диалогах звучит история Ивантиевки и фрагменты из жизни священнослужителей Спасского храма. Спектакль основан на реальных событиях, которые происходили в нашем городе 82 года назад. Хитро Владимир, хитро. Для него православного не бывает добра от лжи. Никогда. Священномученика Александра Вершинского, служившего в Ивантиевском храме и расстрелянного затем на Бутовском полигоне за то, что не отказался от сана и веры, играет Павел Ефимов. Его профессиональная деятельность связана с логистикой, а православный театр – как церковь, для души. В спектакле он принимает участие впервые. И, конечно, играть очень тяжело, потому что важно не проиграть, а прожить. А как можно прожить святого? Надо, наверное, хотя бы на эти минуты самому постараться хотя бы стать святым или еще как-то. Как-то это выразить, чтобы это было по-настоящему, иначе не получишь ничего. В этом году театральному коллективу Георгиевской церкви 20 лет. Он возник силами прихожан по благословению Протеерея Зиновия Анисимова по инициативе Татьяны Зариповой. Долгие годы руководила коллективом Лариса Шмелева. В репертуаре множество детских спектаклей и пасхальных пьес. Но в последние годы тяготеют к серьезным темам. Например, «Прозорливый» также был посвящен теме репрессий. В 1937 году очень многие были подвержены гонениям, расстрелам, тюрьмам и мучениям. Но новомучениками стали не все, а именно те, кто осознанно, имея выбор, отказаться от веры, отказаться от служения Богу, делал выбор в сторону мученической кончины. Десять лет назад с театральной группой сдружился Константин Гасанов. Константин – фотограф Ивантеевского информагентства. Несколько лет был художественным руководителем ДК Литвинова и возглавлял театральный коллектив во Фрязинском ДК «Исток». Уже пять лет Константин является руководителем и режиссером православного театрального коллектива. Мы – миссионерский театр. У нас есть особая миссия. Посредством спектакля мы рассказываем нашему приходу, нашим Ивантеевцам о жизни Христа, какие-то пиблейские сюжеты, о добре и зле. Все вот эти важные постулоты берем в наши сценарии и со сцены молодому поколению, в частности, в пустынести. Тогда были гонения крестьян. Крестьян, можно сказать, унижали, казнили, расстреливали. В общем, не любили, скажем так. Дальше тишина – это не просто название спектакля, но и фраза, определяющая наступивший период безмолвия и безбожия после сбрасывания с храма колоколов. Спектакль словно проносит нас из прошлого в настоящее и заставляет сделать выбор – отрицание или вера. Пусть на примере нашей жизни ближний увидит, что вера – это гораздо больше, чем просто учение или слепое соблюдение обрядов. Мы делаем большое дело, потому что построился храм именно в честь Ивантеевских новомучеников, и мы к этому приручаем наш спектакль. И это действительно очень большое такое значение для нас всех. Премьера спектакля состоится 15 декабря в актовом зале второй школы, затем его покажут в феврале.